Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это очередной ролик по Call of Duty Mobile. Вы очень просили выпускать ролики почаще, так что я прислушался. Сегодня мы с вами рассмотрим модификации для оружия, что это вообще такое, чем они отличаются и для чего нужны. А также я составил свой топ 10 модификаций, которые вы сможете взять на заметку. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаёк и обязательно скачивайте Call of Duty Mobile, если ещё не скачали. Она абсолютно бесплатная и доступна как на Android, так и на iOS. Ну а мы начинаем. Модификации это предметы, которые попадаются вам во время лута в королевской битве. Это можно сказать, модули на оружие, которые дают тот или иной эффект. У них есть своя редкость, от серого цвета до золотого, то есть легендарного. И обычно чем выше цвет, тем круче сам модуль, но не всегда это работает именно так. И сегодня вы в этом убедитесь. К сожалению, многие вообще не понимают, как работают модификации, и зачастую даже их не подбирают. Это главная ошибка новичков, поэтому сегодня будем с вами это исправлять. Итак, я представляю вам мой топ 10 модификаций. Итак, под номером 10 я поставил модификацию ищейка, добавленную в 11 сезоне. И многие из вас могут удивиться, почему я поставил легендарный мод аж на 10 место. Но это как раз таки тот случай, о котором я говорил выше. Ищейка помечает противника на миникарте, аналогично действию БПЛА. Сам интервал отметки составляет 5 секунд, но есть то ли баг, а то ли специальная задумка, которая делает модификацию намного сильнее. Как я и сказал, в описании мода официально написано, что он выделяет противника на миникарте в течении 5 секунд. Но на самом деле противник горит даже 10 секунд, что согласитесь, намного выгоднее. Под номером 9 у нас идёт модификация глушителя. Этот мод скроет ваши выстрелы оружия с миникарты врагов, а также с компаса, и он работает на любом расстоянии. В основном он полезен для боёв на средних и дальних дистанциях. Потому что на близком расстоянии, даже если ваши выстрелы не видно на карте и компасе, противник всё ещё может вас слышать и легко определять ваше местоположение. На 8 место я поставил модификацию Бездны. Этот мод имеет 2 функции. Во-первых, он увеличивает ёмкость магазина, а во-вторых, уменьшает время перезарядки. Всего существует 5 версий этого мода разной степени редкости, и их характеристики сейчас перед вами. Но что касается легендарной модификации Бездны, она имеет самое высокое увеличение магазина и самое быстрое время перезарядки. Но за это приходится платить. Потому что каждый раз, когда вы перезаряжаетесь, ваш остаток пуль просто сгорает. Поэтому если вы любитель перезарядок, свету избегать данную модификацию, иначе останетесь просто без пуль. Как вариант, можете использовать синюю и фиолетовую версию этой модификации. Номер 7 это так называемые модификации слайдеров. Этот мод немного увеличивает точность, а также нормально так увеличивает скорость вашего движения. Но самое главное, он перезаряжает одну пулю каждый раз, когда вы скользите. Однако вместе с этим время скольжения или же подката тоже увеличивается. Ведь без модификации персонаж проезжает на спине 4 метра, а используя модификацию целых 5. В целом же это тоже может пойти на пользу, например если у вас дробовик. По сути вы получаете бесконечное количество патронов, да еще и выворачиваетесь от противника, используя подкаты. Но кстати модификация также полезна для перезарядки снайперских винтовок. Модификация под номером 6 это мод на дальнобойность. Большинство из вас знает, что все оружие начинают терять урон на больших дистанциях. А этот мод как раз таки урон увеличивает. Он также существует в нескольких вариантах, но рекомендую использовать самый максимальный. И вот вам пример, перед вами выстрел без модификации. А теперь в тех же условиях, но с модификацией. По-моему результат налицо. Так что обязательно используйте эту модификацию, если любите сражаться на дальних дистанциях. Особенно рекомендую для снайперских винтовок. Под номером 5 у нас идет модификация бега. Это очень полезный мод, который даст вам прирост скорости после открытия и закрытия вашего прицела. Это ускорение будет длиться 5 секунд. После этого эффект спадет и вам придется подождать 16 секунд, прежде чем использовать его снова. Сам я не очень часто использую этот мод, но думаю, что он правда полезен для того, чтобы рашить врагов и удивлять их своим ускорением. А также бонусом он дает вам фиксированное повышение мобильности. На четвертое место я поставил модификацию фонарика. Установка этого мода на ваше оружие похожа на мини-флешку, которая вылетает из вашего дула. Этот мод полностью оглушает и ослепляет врага, как только вы нажимаете кнопку прицела. После вспышки враг будет ослеплен на 1 секунду, а зрение полностью возвращается в течение 3 секунд. Согласитесь, очень действенная и даже имбовая штука. Радиус оглушения имеет предел 15 метров, а также у мода есть перезарядка. Длится на 30 секунд, и по их прошествии вы снова можете блистать и слепить врагов. Ну и наконец, топ-3 лучших мода. Открывает тройку модификация плотности огня, которая скорее всего является наиболее популярной и часто применяемой в игре. Не только потому, что она хорошая, но и банально потому, что ее легко найти. Этот мод увеличивает точность оружия, а также кучность стрельбы, как от бедра, так и в прицеле. Всего есть 4 версии данной модификации, и вот вам живой пример. Перед вами оружие без данной модификации и его кучность стрельбы. А вот тоже самое оружие, но уже с использованием плотности огня. С виду может показаться, что разница здесь небольшая, но это потому, что я проводил тест с близкого расстояния. В основном этот мод эффективен на больших расстояниях, так как пули будут точнее залетать в хитбокс врага. На втором месте у нас расположилась модификация стабилизатора. И что делает данный мод особенным, так это то, что он увеличивает как контроль, так и точность вашего оружия. Этот мод также доступен в 4 версиях. Серый, синий, фиолетовый и легендарный. И давайте я покажу вам, как он работает. Вот схема отдачи без модуля стабилизатора. Теперь надеваем модуль стабилизатора и смотрим разницу. Если мы поместим их рядом, вы увидите огромную разницу в основном вертикальной отдаче. А значит мод позволяет контролировать оружие намного легче. Также вы наверняка знаете такую неприятную вещь. Когда в вас стреляет враг, ваш прицел улетает непонятно куда. А модификация стабилизатора как раз таки почти полностью убирает этот эффект. И наконец победитель данного топа, модификация СБР. Этот мод по сути является модификацией плотности стрельбы. Так как пассивно повышает точность до 69. Но самая главная фишка этого мода, это активное увеличение точности. Как только вы попадаете во врага одной пули, остальные пули начинают почти автоматически лететь прям туда же. И точность увеличивается еще сильнее. Лучше всего этот мод подходит для полуавтоматов и самое главное для штурмовых винтовок. Особенно если вы играете против складов и сражаетесь с двумя-четырьмя игроками одновременно. Ну а на этом у меня сегодня все. Надеюсь видео для вас было полезным. Напоминаю, что Клавдити Мобайл абсолютно бесплатное. Так что обязательно качайте, играйте и используя полученные знания, повышайте свое звание. Ну а с вами как всегда был я Илья, и Кейсеникс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.